В 70-е и 80-е годы самые популярные были игроки в мире Декарпы и Каспаров. Их называли 2К. Они были оба чемпионами мира. Декарпы 12-й чемпион мира, Каспаров 13-й. И соперничали в главных турнирах. И вот в этой коллекции моей тоже то Карпов выигрывает красивая партия, то Каспаров. Сейчас была партия Карпова, теперь партия Каспарова. Каспаров играл в Гленове со знаменитым венгельским гостейсом Портишем, претендентом на мировую корону в течение многих лет. Каспаров это был парнин в Никшиче в Югославии в 83-м году. Белый играл Каспарова, Д4 он пошел. Д4, К6, С4, Е6. К3, Б6. Это когда черные развиваются таким образом, то есть они слона своего фенкетируют на Б7, продвигают пешку и фенкетируют. Это такие позиции, все эти дебюты относятся к классу новоидийских, это называется новоидийская защита. Есть там новоидийское начало, разные варианты. Белый могут фенкетировать слона, могут не фенкетировать. На защите фенкета не было. Но в принципе, значит, это классическая новоидийская защита. Б6, теперь последний конец А3. Белый заканчивается развитие, слон Б7. Здесь Каспаров сыграл А3. Это его любимый ход. Довольно идейный, чтобы не допустить связку этого коня. Связку коня, потому что если какой-то другой ход, то слон на Б4 может выйти, потом тут кон Е4 какие-то угрозы, но черный имеет контур игру. Чтобы лишить эту контур игру, белый играет А3, заранее уже не пускает слона на Б4. Тогда уже эта идея отпадает, через его развитие. Белый, черный играет до 7 до 5. До 7 до 5. Белый разменялись на Д5, СД, конь Б5, и чехол черных. СД, а здесь хол черных, конь Б5, теперь последовало Е3, и черный победил на С3. Все это обсуждать очень тяжело, дебютная часть, потому что разные есть варианты, но такой получается у белых довольно крепкий центр, подвижный, пешечный, если он двинется вперед, то будет не очень хорошо, до черных. Но, тем не менее, там всегда можно на какой-то контур игру рассчитывать. Поэтому, значит, здесь, в НПС последовало слону Е7, надо заканчивать развитие, слон Е7, так, белый дали шах, слону Б5, слоном, С6, и отступили слоном на Д3. Но идея этого шаха понятна на Д3. В принципе, они могли сразу пойти на Д3, но идея понятна, дать шах, чтобы черный, вот этот слон, оказался в не очень хорошем положении, он закрыл своей собственной пешкой. Поэтому белые потеряли темп, но у черных срисненное положение. Слон Д3, С5 последовало. Теперь черные сыграли С5, то есть фактически, если они сразу пошли с НД3, тоже можно было С5. То есть пришлось, получилась из-за установки ходов, такое известное положение. Белые закончили развитие, 0-0. Черные не спешат, так, рекроваться, играют К6, К6. Белые играют слон Б2, защищают пешку Д4, издалека, но чтобы продвинуть пешку Е. Ладья АС8, Ладья АС8, линия за него черная, ферзь Е2. Ферзь Е2, теперь 0-0. Ладья АД1. Нет, другая ладья АД1. Вот, белых, видите, мощный пешечный центр, но вот они готовят привести Е4. Последовало ферзь С7. Черное все сделано для того, чтобы как-то воздействовать на центр. Может Е5 потом сыграть, может по линии Д на него надавить. Е4 последовало. Вот это, как ни странно, ой, С4, С4. Вот это, как ни странно, была новинка. Но не такая, чтобы попадать в число, конечно, теоретически важнейших. Но тем не менее, была очень важная партия, потому что вот Е4 и ход встречался неоднократно. И здесь следовал Конь А5, С4 начинал играть, пункт С4 играл какую-то роль, и позиции возникали довольно острые. А вот С4 неожиданный ход, и он принес черному, бедному успеху. Размер на Д4 произошел. СД, ЕД, конь на А5, конь на А5, нет, конь на А5. Значит, как бы, на С4 какое-то давление по линии центра, и надо контр-игру получать, у нас очень мощный центр сегодня у белых. Вот. Это называется, такие две вешки, как они называются? спаренные. Кто знает? Спаренные. Нет, во-первых, сдвоенные понятия, но здесь нет сдвоенных вешек, сдвоенные, это когда по вертикали, а это не спаренные, не сдвоенные, это называется висячий центр. То есть они не поддерживаются пешками, ни спарени Б нет пешки, ни парени Е нет пешки, то есть они висячие, как бы, никто их не поддерживает. Но они все равно, стоя рядом, они создают разные угрозы. В частности, в этой партии Каспарово демонстрирует, что можно сделать с этими пешками. Тут они все будут уязвимы, но он просто берет и одну пешку сразу бросает в бой. Это опять. Как бы жертвуют ее, но здесь снова развивает сильнейшее давление. Пешки а черные должны как-то забрать на Д5. Выбора у них нет. Может, тут еще эта пешка висит на С4, но это тоже не очень хорошо, потому что на конец С4 свежит С4 и под боем коем, и под боем пешка. Мат грозит. И здесь просто перевезок у белых большой будет. Поэтому черные вынуждены взять пешку Д, Д5, Е, Д. А грозили сами побить на Е6, тогда будет, просто эта пешка если С4 придет, тогда она потеряется в расцвеченной в очень плохом положении. Вот. А здесь последовало ЦД. Просто получается, что белые пожертвовали пешку. Свой висящий центр они отдали, но зато сразу развиваются сильной инициативой. Черные побили на Д5 слоном. Слоном. Ну нечего, собственно, битых слонов 2,7. Значит, черных лишняя пешка. Ну видите, как два слона туда нацелились. Какой здесь ход напрашивается? Ферзь Е4. Как? Ферзь Е4. Ферзь Е4 как? Под слона? Нет. Конь Ж5. Конь Ж5. Конь Ж5 просто под бой, я его съем. Конь Е5. А конь Е5 какая угроза? Под ферзь. А если вернет слон? Он бьет. Еще на угроза никакой. Вот здесь такой последовал стандартный удар, который часто встречается в партиях и у молодых командистов, и у опытных. Удар на Аш-7. Просто черта слона для того, чтобы разрушить удар. Чтобы разрушить прикрытие Черного Короля. Здесь получается, что пешек стал поровным, пешка белая отыграет, но отдали чисто у слона. То есть в данный момент у белых не хватает слона, но они, конечно, его забрали. Пешку отыграли, но теперь здесь угроза парень не аж. Король себя чувствует очень неуютно. Но черный должен уходить на Ж-8. Можно матку учить. И здесь последовало примерно то, что мы вчера смотрели на партиях Ласкера. Когда помните, что жертву был слонов? То есть какой здесь ход набрашивается? Слон без Ж-7. Правильно. Партия чем просила? Что сначала пожертвовали одного слона, и потом пожертвовали другого слона, но полностью разбито прикрытие черного короля. Королем бьют? Ну, стандартный такой способ разрушения неприятных позиций. Королю приходится бить, потому что просто съем пешку, и король голый. Поэтому опять, значит, опять белые без фигуры. Но король совсем уже себя чувствует. Видите, здесь никаких у него защит, ничего нет. Но надо еще создать атаку. Последовало конь Е-5. Это, конечно, уже здесь определенное искусство, потому что надо все почитать. Ой, не пять. Теперь ферзия четыре шага грозит. И тут можно потом какого-нибудь идет, и ладьяш пять заматывает по линьяш. Поэтому надо королем убегать. И куда можно убегать? На ферзи в фланг. Для этого надо освободить поле Ф-8, и ладьяш Ф-8 пошла на Д-8. Ладья Д-8. Ладья Д-8. Теперь ферзия четыре шага. Король отступил на Ф-8. Но атака продолжается, но все-таки нет чистой фигуры. Ну, Каспар все время находит такие ходы неприятные. Он играет здесь ферзия в пять. Грозит мадная в семь. Приблизился к черному королю. Что здесь сделать? Выходы особого выбора нет. Но надо пешку пошли в шесть. Ничего другого. А может быть ферзь бьет кипять? Отдач нельзя. Законяй это маловато. Нет, он пытается как-то защитить пешкой в семь. Тут еще и такой шаг гранит приступ неприятный. Тут он продвигает пешку с надеждой убежать королем. Конь до семь шаг последовало. Конь до семь шаг последовало. Конь до семь шаг. Но здесь можно было королем отступить. На пешке на ив шесть висит. И дальнейшее решение. Если король ивоси например, то ладья и один еще это ладья подключается. Поэтому черные благоразумно отдали качество забрать этого опасного коня. Ладья бьет д7. Но атак тем не менее продолжается. Ладья бьет д7 и белые побили на д7. Значит что у нас какое у нас материальное соотношение? Материальное соотношение такое. У черных две легких фигуры за ладью. В принципе это хорошо для них. Но не в такой ситуации когда король так обнажился и этот ладья проникнул на седьмую линию и это еще может ладья поучаствовать. То есть хорошего пока мало. Но висит еще и ферзь. Но честь отступил на c5 но он отступил с темпом то есть он напал готов. Черный конечно рад его поменять через дей когда у них уже идеальный перевес аппеллированный есть и нет атаки. Но белые продолжают атаку они играют передач 7 заходят за королем с этой стороны теперь опять грозит ладья е1 и там масса угроз черный играет ладья с 7 прикрывают седьмую линию ладья с 7 здесь последовало передач 8 шаг очень важный ход передач 8 шаг здесь кстати здесь кстати был ход если отступить ладьей например ладья до 3 ладья до 3 то здесь черные спасались каким образом как вы думаете подъед до 7 а слон до 7 ой до 6 слон до 6 слон до 6 это не спасение но там я ему шаг дал потом может ладью подключил ну невозможно такой ход но здесь сразу и спасение очень эффектное такой ход был ферзь битву 2 шаг очень красиво если король берет на 2 то слон до 5 шаг я беру эту ферзя а если я ладью беру то тогда ладья са 1 шаг если ладью беру ладья са 1 шаг единственная защита ладья f1 и тогда слон до 5 шаг и черные вообще здесь выигрывают потому что король шаг ладья f1 масля дает так что здесь такая контркомбинация могла возникнуть если бы белая стопили ладьёй на d3 ладья на d7 ладья на d7 ладья на d7 ладья на d7 ферзь на c5 ладья но черный каспаров конечно не пошел он дал шаг дал шаг король f7 и вот только теперь он сыграл ладья d3 надо сохранить тяжелые фигуры чтобы продолжить атаку материального перевеса здесь нет здесь у нас равная сила потому что у белых ладья задел фигуру но еще и пешка есть но атака продолжается страшная и с ней ничего нельзя поделать ладья d3 черный подключили коня в защите конь d4 а следовал ладья d1 следующий ладья вступает в бой ладья d1 черный играет конь d5 кажется что достаточно надежно и на ладью напали поле d7 но ничего не уходит последовал ферн h7 шах король e6 e6 ферн g8 шах король f5 некуда больше нажать король f5 и теперь последовал g4 шах вот еще один приятный удар что делать прикурор конь и бьет g4 ферн и ферн шах и ферзь теряется ферзь нет хода если ладья до 3 шах и теряется ферзь любая ладья может сесть конем тогда ладья все равно берет на 3 ферзь в общем здесь а как здесь ходить ходов даже нет на ферзи на ферзи 3 еще ферзи 5 очень сильно матовая просто например так наверное можно отсюда дать мат ферзи d5 шах и на король e2 ладень e4 ну не мат но ферзь теряется ферзи 3 ну в общем все что угодно и мат вот так каоль f3 куда каоль f3 ну да он тогда ладья до 3 шах или до 3 а нет тогда нет а это ладья тогда ладья 3 шах а двойной шах так что здесь просто ферзь съедается я думаю что еще лучше есть а так можно здесь еще и конец съесть шахом ну король нет а тогда нельзя ну можно просто съесть конец шахом не надо нить бежен как ходить ну ферзь и ладья кружили бедного короля никого на счет и нет вот такая в общем в этой позиции он сдался вот обжал 35-й ход ну вот это такой классический прорыв который освещает Каспаров если вы когда-нибудь будете знакомиться с творчеством великим шахматистом то вы знаете Каспаров считается самым великим шахматистом за всю историю шахмат ну возможно с ним соперничает Фишер но Фишер очень рано закончил шахматную карьеру он стал чемпионом мира в 29 лет он после этого не собирал ни одной серьезной партии ну если не считать матча спустя 20 лет со Спасским который он тоже выиграл но тогда они уже были значительно слабее его а вот в расцвете сил он больше не играл а Каспаров все-таки играл там на большее чем на 10 лет больше его и поэтому почему он считается самым великим эта партия характерна для него прорыв в центре и матовая атака то что характеризуется во многих партиях